Интересные сведения о велосипеде и велоспорте. В мире насчитывается более 1 миллиарда велосипедов и 1 миллиона электровелосипедов. Сотни миллионов людей связывают свою повседневную жизнь с этим уникальным транспортным средством, а значит, каждый день свершаются новые достижения, происходят поистине необычные события, а занимательных фактов становится все больше. Занимаясь велоспортом, вы автоматически подписываетесь под здоровый образ жизни. Это значит, что вы получите безупречную физическую форму. Велоспорт вдохновляет. Он полон ярких жизненных примеров. В большом велоспорте множество прорайдеров, которые являются ориентиром для миллионов поклонников со всей планеты. Эти личности – реальные, а не вымышленные герои, которые выбрали адский труд. Необходимо лишь начать интересоваться велогонками, осознать и понять их масштабы, после чего оседлать велосипед и сделать все для того, чтобы хотя бы на шаг приблизиться к успехам кумиров. Время не стоит на месте, технологии развиваются семимильными шагами, а велосипед по-прежнему остается одним из самых удачных изобретений. Современные модели велосипеда выполнены из высококлассных материалов. Они легкие и в то же время прочные, а шанбайки – крутые модели от именитых производителей, дешевые и аморально дорогие, неважно, суть велосипеда от этого не меняется с даты его зарождения. Независимо от того, дешевой или дорогой у тебя байк, велоспорт, в первую очередь, сила воли, вызов, свобода, скорость и новые знакомства. Поклонники велосипедного спорта не понаслышке знают о том, что такое боль. Да, звучит может и непривлекательно, однако истина от этого никуда не девается. Занимаясь велоспортом по-настоящему, фактически означает подчинить свою жизнь велосипеду. Велоспорт – это спорт для реальных мужчин. А вот тот, кто ноет и заставляет себя бросить это дело ввиду какой-то эфемерной боли не спортсмен, а уж тем более не велосипедист. Велосипедный спорт для всех открытых предельно доступен. Очень просто взять и сесть на велосипед, поехав куда заблагорассудиться. Ведь действительно, каждый человек, вдохновившись успехами титулованных велогонщиков, может покорять неподвластную брусчатку и преодолевать известные перевалы Альпы-Пиренеев. Большой спорт максимально сопряжен с народом. Стать зрителем Тур де Франции, находясь в обочине самой известной велогонки, можно лицезреть самых именитых велогонщиков со всей планеты в действии, поговорить с ними, ознакомиться поближе с их велосипедами. Уже в течение полутора сотен лет подавляющее большинство жителей Европы помешаны на велоспорте. В таких странах, как Италия, Бельгия, Франция и Нидерланды, это религия. Чуть ли не каждую неделю в этих странах проходит множество гонок с различными категориями участников, которые не только соревнуются между собой, но и успевают строить отличные взаимоотношения. Велосипедный спорт может стирать существующие границы. Нет лучшего пути узнать все о новой стране, чем проехать по ней на велосипеде. Отнестись к занятию велоспортом серьезно, пусть даже на обывательском уровне, значит обзавестись образованием, которое не сможет дать ни один университет в мире. Велоспорт элегантен, героичен и зрелищен, вне всяких сомнений. Он способен будоражить не только ваше сознание, но и не оставлять равнодушными представительниц женского пола. Девушкам нравятся велосипедисты. Проверенный факт. Слово «велосипед» пришло из французского словаря, вошедшее в обиход еще 150 лет назад, тогда как сам велосипед изобрели целых 200 лет назад. Он был выполнен из деревянной рамы и не был оснащен педалями, что способствовал быстрому износу ботинок ездоков. Первые модели велосипедов ничего не вызывали, кроме смеха. Такие велосипеды называли встряхивающимися костями. Для ликвидации дефектов тогдашними кулебинами был изобретен один и прототип литых резиновых покрышек. Первые в истории велосипеды имели очень массивные передние колеса. На таких габаритных моделях ездить было достаточно сложно, а вот падать – слишком высоко. Далекие 1890-е года стали золотым веком для велосипеда. Модернизированные версии были оснащены колесами с идентичными величинами, задним цепным устройством, прибавлявшим скорости, а масштабное производство позволило снизить издержки и цену соответственно. И велосипеды начали скупать не хуже, чем горячие пирожки. По истечению какого-то времени начали появляться разные модели гоночных бойков. Несмотря на то, что мы живем в век информационных технологий, модана двухколесные ТС не теряет своей актуальности уже как второе столетие. На 245 велосипедов в КНР приходится всего лишь один автомашина. В этой стране на велосипедах происходит более половины совокупного объема всех поездок. В разных окрестностях Германии, Дании, а также Нидерландов таких поездок 30%, тогда как в Японии 20%. В Пекине на велосипеде можно добраться до конечной точки назначения быстрее, чем на автобусе, поезде или метро. Однако лишь в том случае, если речь идет, конечно же, о лимитированной дистанции до 6 километров. Женщинам, которые имеют отношение к арабской или еврейской культуре, не запрещается кататься на велосипеде. Однако существует одно правило, которое заставляет их пользоваться велосипедами особой конструкции, оснащенными низкой рамой и дающих возможность ездить в более длинном платье. Слово «велосипед» на польском звучит как «ровер». В Республике Беларусь его именуют точно так же. А около 100 лет тому назад подобным образом называли множество людей, которые получали прозвище «человека», придумавшего велосипед с повышенной безопасностью и специальным задним колесом, вход которого приводилось благодаря цепи. Объем легких велорайдеров значительно больше не просто в сравнении с людьми, ведущими обычный образ жизни, но и с профессиональными атлетами в других дисциплинах. Их показатель – 8 литров, тогда как в среднем эта цифра среди спортсменов составляет где-то на 2 литра меньше. Кровообращение велогонщиков прокачивает по организму порядка 6-7 литров кислорода за 1 минуту, тогда как обычный организм делает это вдвое менее эффективно. Невероятно, но факт – состоятельное население Великобритании предпочитает в 3 раза больше кататься на велосипеде, нежели бедные слои общества. Последние же отдают предпочтение больше общественному транспорту, а также метро. В Китае насчитывается более полумиллиарда велосипедов. Хоть и изобрели велосипед отнюдь не в Китае, там он пользуется крайне высокой популярностью. К слову, первый велосипед привезли в КНР только в начале 20 века и за более чем 100 лет, как видим, их распространилось в этих краях в невероятном количестве единиц. Во Фрайбурге расположен жилищный массив хай-класса, который называется Феубан. Здесь нельзя передвигаться на автомобиле. Несмотря на это, недвижимость в этом месте имеет большой и устойчивый спрос. На въезде-выезде с района предусмотрены большие гаражи, в которых люди оставляют свои машины, а в рамках самого района перемещаются пешим ходом или посредством велосипеда. Согласно опросам, проведенным в Великобритании около 10 лет назад, велосипед является самым великим техническим изобретением за последние 200 лет. Это транспортное средство обошло не только известные изобретения вроде интернета и ДВС, но и смогло собрать большее количество голосов, нежели все остальные варианты опроса вместе взятые. Всемирный рекорд максимально возможной скорости на велосипеде был зафиксирован на цифре 268 км в час. Развил такую невероятную скорость 50-летний гражданин датского происхождения Фрет Рампилберг. На одном из заводов известного производителя Mercedes-Benz в Германии рабочий персонал передвигается по территории, используя велосипед. Каждый отдел имеет велосипеды разных и уникальных цветов. В США повседневно используют велосипед лишь 1% людей, тогда как в Нидерландах и Италии 30% и 5% соответственно. В Дании около 90% жителей в возрасте старше 16 лет уже имеют свой собственный байк. На нашей планете представлено порядка 1 миллиарда разных моделей велосипедов, половина из которых находится в Китае. И это более чем в два раза больше, нежели мотоциклов и автомобилей. Ежегодно в мире производится более 50 миллионов новых велосипедов, тогда как мотоциклов и машин – 20 миллионов. Ровно 40 лет назад начали изготавливаться велосипеды из титана, а немногим позже перешли на углепластик. Велокомпьютер, который следит обычно за скоростью, временем и общей нагрузкой человека, был придуман в начале 1990-х годов. Первый горный велосипед современной конструкции был создан в 1978 году. Самый маленький на планете велосипед имеет колеса, выполненные из серебряных долларов. Если попытаться подсчитать общее количество деталей, с помощью которых сконструирован велосипед, то более половины придется на цепь. В Мюнхене, Германия, местное население регулярно передвигается на велосипеде зимой и даже в лютые морозы. Катаясь на велосипеде, вы можете сжигать порядка 600 калорий всего за один час. Затрачивая одинаковое количество энергии, мы можем передвигаться на велосипеде в три раза быстрее, нежели делаем это во время бега и уж, тем более, пешей ходьбы. Эквивалентом энергии, затраченном на промежутке дистанции в 1030 км, является один литр бензина. Таким образом, велорайдеры экономят более 900 миллионов литров топлива всего за один год. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok